В Москве завершил работу 15-й съезд партии «Единая Россия». На нем утвердили предвыборную программу и списки кандидатов. Списки были составлены на основе результатов предварительного партийного голосования, которое проходило в мае. В работе съезда партии принял участие президент России Владимир Путин. Гостем съезда был и глава Чуваша, и Михаил Игнатьев. Владимир Путин обратился к делегатам съезда. Партия должна слышать каждого избирателя, подробно обсуждать, что волнует людей. Вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей. И только тогда мы сможем решить стоящие перед нами задачи. Хотел бы обратиться ко всем политическим силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании. Ко всем, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы. К региональным законодательным собраниям. К тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в органы муниципальной власти. Прошу вас ценить доверие людей. Обещать только то, что можно выполнить. Дорожить политической и общественной стабильностью, которую мы вместе добивались во все предыдущие годы. На съезде партии приняли предвыборную программу, предложение в которую могли внести все граждане страны. Среди основных возвращение полной индексации пенсии с 2017 года. Разработка новой программы расселения аварийного жилья. Снижение зависимости экономики России от нефти. Подбежка малого и среднего бизнеса. Наша задача инвестиций вкладывать в умы, в мозги, так можно сказать, молодых людей. Они, соответственно, будут по созданным условиям находить свое достойное рабочее место. Одним словом, будут самореализовывать. Кроме того, в программу включен и большой социальный блок увеличения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, материнский капитал, строительство школ и детских садов и многое другое. Чувашия уже успешно реализовала в прошлом году партийный проект «Детские сады детям». А на основании этой программы «Единая Россия» может получить средства на строительство новых школ. В рамках партийного проекта «Строительство детских садов детям» дан старт строительства модернизации школ, где мы тоже активно сегодня принимаем участие. Нам очень интересно то, что сегодня происходит в других субъектах, региональных отделениях. Все лучшее, как мы уже не раз говорили, будем аккумулировать. Наша задача – работать по тем направлениям, которые обозначил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сегодня была озвучена программа партии «Единая Россия». Радует то, что внимание уделяется образованию, это и строительство школ, внимание будет уделяться здравоохранению. Стали известны и кандидаты, которых выдвигает партия на предстоящих выборах. В федеральный список возглавит лидер партии Дмитрий Медведев. Всего сформировано 36 региональных групп. Чуваша вошла в 16-ю вместе с республиками Мариэл и Мордовией и Нижегородской областью. В первую пятерку региональной группы вошла и Алена Аршинова. До выборов осталось чуть меньше двух с половиной месяцев, поэтому работы предстоит много. Нам необходимо объехать свои регионы, нам необходимо сегодня собирать, в том числе продолжать наказы избирателей, потому что не со всеми удалось пообщаться. Работы очень много и, конечно, мы в любом случае сформировали уже себе рабочую программу и будем в рабочем порядке решать все проблемы. Партия поддержит и одномандатников, которые победили на предварительном голосовании. В Чувашии лидер прошедшего голосования по Чебоксарскому округу номер 38 и глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Выборы в Государственную Думу состоятся 18 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Татьяна Молокова, Республика. Спасибо за внимание.